Молодежный парламент начал осенний сезон с реорганизацией. На очередном заседании парламентарии обсудили вопрос о досрочном прекращении полномочий Владимира Пасечника и Ниджата Ибрагимова. По словам председателя структуры Руслана Шевченко, это осознанное решение ребят. Коллеги не стали препятствовать их желанию. Кто за данное предложение? Снятие Пасечника с членом молодежного парламента. Единогласно. На самом деле это ребята, которые себя мало проявляли, но они решили, что действительно им это неинтересно. И они сами написали заявление о своем уходе. Кстати, сегодня Руслан выдвинул предложение исключать всех неактивных парламентариев. Они, как правило, находятся в красной зоне рейтинга членов молодежного парламента. Показатели регулярно обновляются. Каждому лицу в зависимости от количества проделанной работы начисляются баллы. Кто их подсчитывает и по каким параметрам? Значит, параметры – это активность, это участие на рабочих встречах, это заседания, это различные мероприятия. То есть, да, не обязательно быть на каком-то мероприятии. Да, человек в целом должен быть активен. Он должен себя проявлять и удаленно. А составляется рейтинг Советом молодежного парламента. В него входят председатель, заместитель, секретарь и руководитель комиссии. Относительно рейтинговой системы высказался председатель молодежного парламента городского округа Волоколамск. Его пригласили на заседание с целью обмена опытом. Рейтинговая система, она немножко неправильная. Потому что, как вы можете оценивать человека с точки зрения рейтинга, когда у них есть разные именно функциональные различия, которые могут быть в данный момент помочь нам, а в данный момент какие-то могут быть противоречащие. Поэтому мы можем исключить тех людей, которые в будущем могут нам помочь. Также Сергей рассказал об отличиях Истринского парламента от Волоколамского. По его словам, они только начинают взаимодействовать с консультантами и сторонниками, когда у нас работа с ними уже налажена. Как раз сегодня парламентарии установили для них испытательный срок. Сторонники и консультанты – это те ребята, которым интересна наша деятельность, это те ребята, которые хотят проявить себя в политике. И мы действительно можем им помочь в этом. На данный момент они занимаются больше помощью нам по мероприятиям. Также мы их приглашаем на наши рабочие встречи, где мы разбираем законодательные инициативы, где мы также разбираем мероприятия. Возможно, в скором времени два консультанта смогут занять освободившиеся должности в структуре парламента. Ну и напоследок об одном из самых позитивных моментов заседания. Парламентарии утвердили план работы на ближайшие два месяца. Создать горячую линию по помощи инвалидам и пожилым по цифре, чтобы они напрямую могли звонить нам и чтобы не через администрацию, потому что их там мало останется, чтобы они не ждали. Четвертый пункт 30.09. забетонировать лавочки, которые были поставлены ранее на собственные средства по адресу город Истра, Рябкино, 28. Среди других планов участие в праздновании дня городского округа Истра, проведение рабочих встреч комиссий, встречи с молодежью, подготовка отчетов о проделанной работе и утверждение плана работы на зимний сезон.